Дмитрий Китаенко Дмитрий Китаенко Полная нагрузка это Моцарт, на котором, по выражению маэстро, валятся все, и почти неисполняемый малер. Волнения оркестрантов не описать. Что уж говорить об их руководителе, студенте Московской консерватории класса Китаенко 20 лет назад. Дмитрий Георгиевич даже внешне изменился, мало чему я очень рад. Он такой же красивый, молодой. Все дни общения для меня это огромная радость узнавания учителя. Пышные афиши развесили заранее. Тогда же раскупили билеты. Один достался губернатору. Аншлаг маэстро воодушевил эпитеты не очень. Сегодня суперстар, мегастар и понеслось великий, гениальный. И вот эти все самые слова, которые мы употребляли только или к Пушкину, или к Толстому, или к Шостаковичу, или к Бетховену, мы раздаем налево и направо с такой щедростью. И это опасно. Избежать такой опасности самому Дмитрию Георгиевичу помогла его любимая первая учительница Елизавета Петровна Кудрявцева. Он до сих пор с благодарностью вспоминает их первую встречу, когда он показывал хор поселян из князя Игоря. Я хотел показать всю скорбь поющих. Я стонал, я приседал, я кряхтел. У меня какие-то были, наверное, невероятные движения. А у него в классе были два замечательных пианистки. И одна из них сказала, много народу, она просто сказала, гнать надо. Выводы Китаенко сделал правильные. И его дальнейший творческий путь состоял из одних побед. Пока однажды многие музыканты московского филармонического не ушли в новые оркестры, созданные на коммерческой основе. Он просил власти о поддержке и не получил ее. Единственным решением показался отъезд. И я не могу сказать, что, допустим, я уехал от русской музыки. Может быть, это было ошибочно, но я не видел для себя возможности удержать оркестру московской филармонии на том уровне, на котором я считал, что должен оставаться. Естественно, он изменился, дирижер, но я не связываю это с отъездом за рубеж. Все люди меняются с возрастом, и дирижеры особенно. Они как коньяк, наверное, уходят все, может быть, лишнее, остается только самое существенное и многократно проверенное. Китаянка сегодняшний любит и успевает делать очень многое. Читать одновременно несколько книг, лучше исторических, фотографировать странные объекты, кататься на лыжах и велосипеде, смотреть комедии «Гайдая», особенно «Операцию Уй», разговаривать с животными, уверен, что они понимают. Обожаю ходить много, пешком и молчать. Обожаю. И когда прихожу, могу рассказать, почему я молчаю. Сейчас Дмитрий Китаянка живет в Швейцарии, а выступает всюду. Большую часть концертов составляет русская музыка. Мне почему-то кажется, что если бы я приехал в Москву, я бы, может быть бы, я бы сыграл Гайдена и, наверное, Бруксера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова